Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Мы сейчас находимся в городе Припять и выдвигаемся в сторону припятской тюрьмы. Но прежде чем мы туда дойдем, я вам хочу по дороге рассказать одну очень интересную историю, которая приключилась с нами вчера. Вчера вечером 4 человека примерно в 11 часов вечера находились на территории завода Юпитер. Я с Волком стоял в одной стороне, Артем с Владом стояли в другой стороне. И в какой-то момент очень-очень тихо, с той стороны, где был Влад с Артемом, подкрадается нацгвардия. Их было примерно человек 5-6, ну как бы нам некогда было считать, поэтому скажем на глаз. Может их даже было больше или меньше. Короче, мы не знаем. Они подкрадаются, включают резко свет и начинают орать. Стоять! Работаем, работаем, работаем! Мы сперва с Волком впали в такой ступор дикий. Не знаем, что делать, но как бы подгрузились мозги и мы начинаем убегать. Мы думали, что ребят скорее всего упакуют. Мы, короче, бежали, бежали, бежали. Короче, далеко отбежали, остановились, попытались связаться с Владом. Сперва не можем связаться с Владом. Думаем, ну все, ребят точно упаковали. Потом спустя какое-то время нам все-таки удалось связаться с Владом. Мы с Владом встретились. И дальше мы попытались найти Артема. С Артемом все было куда сложнее. Мы думали, что, ну если он не может выйти на связь, значит его скорее всего упаковали. Либо у него просто сел телефон и он не может позвонить. Но утром, в 7 утра в нашу сталкерскую хату, забегает Артем, что-то там кричит, ура! Что-то, короче, я не помню, что он орал, я спал, он разбудил нас. Я даже не очень рад был, что он прибежал, потому что нарушил наш сон. В общем, расскажи в двух словах. В общем, на самом деле, ребят, я тоже начал убегать, как только услышал эти крики, когда Влад начал спускаться по лестнице, я убежал и спрятался, получается, где-то на Юпитере в туалете и просидел там около часа. Я еще слышал шаги, я не мог включать телефон, потому что я боялся малейшего звука издать. Я просто сидел молча, вот так в уголке, после чего еще три часа где-то я там просидел, и я боялся искусственных звуков, уже звук в природе, я просто сильно голову наматывал. И потом я понял, что уже нельзя больше сидеть, надо выходить, и, я не знаю, было уже тогда темно, я вот так с фонарем... Машина едет, прячемся. Видимо, ложная тревога. Машина едет не в нашу сторону просто, поэтому будем считать, что это ложная тревога. В общем, кратко, как-то так выглядит эта история, и самое интересное, что у Влада был с собой пистолет, который, соответственно, он первым делом, что сделал, это просто выбросил как можно дальше в окно, потому что если его нацгвардия поймает с пистолетом, еще и в зоне отчуждения, то, я думаю, ничем хорошим это не закончится. В общем, сейчас мы идем в тюрьму и попытаемся еще найти Влада пистолет. Смотрите, ребята, преступник возвращается на место преступления, будет искать свое оружие. А потом ты как, вниз спрыгивал? Я потом спустился вниз, пробежал по лестнице. По лестнице спустился или по... Да, они туда вверх, я спустился вниз. Я понял. А пистолет куда ты выбросил? Давайте только... Короче, давайте очень тихонько, да, очень тихонько ищем пистолет. А где там наплывка? Я думаю, здесь его вряд ли кто-то нашел. Они, ну, наверное, не видел, или что он выбросил пистолет. Поэтому, я думаю, мы его найдем. А, подожди нас! Есть еще. Красавчик. Давай кулачок. Тыщ. Просто секунда дела. Так, главное, что теперь у нас опять не это... Все, идемте теперь в тюрьму. Ну, если бы упаковать, я бы где-то его проникал? Да, может, занык и будем выезжать ночью, тогда заберешь его. Ну, да. Ну, где-то так поближе к дороге, наверное, спрячь. По дороге к тюрьме, ребята, мы нашли такую машину. Здесь есть пассажирская сидушка и вместо водительской кто-то поставил такой вот стул. Я надеюсь, оно не сильно фонит. 100 тысяч лайков, рейсель поставить сюда мотор и поедет. 100 тысяч лайков я сюда мотор ставлю? Да. Не, ну мы можем реанимировать этот кузов. Я думаю, 100 тысяч лайков не поможет. Мы не сможем его вывести. Ставьте 200 тысяч лайков, мы напряжем Вадима, чтобы он на гробе вынес эту машину. Короче, ребята, ставьте 100 тысяч лайков, Владимир Волк сюда вернется, реанимирует эту машину и все. А здесь возле этой машины, ребята, вот такие вот ангары. Я не знаю точно, что здесь было, но предполагаю, здесь стояли пожарные машины. Давайте немножечко пройдемся, посмотрим, что у нас здесь сохранилось. Не будем здесь, ребята, надолго задерживаться, потому что это популярное туристическое место и в любой момент сюда могут на машине привезти туристов. А нам лишний раз, в принципе, особенно после вчерашнего, светиться вовсе не хочется. За вчера, кстати, нам поступила информация, приняли 17 сталкеров и хорошо, что никого из нас вчера не приняли. Ну что, ребята, уже заходим в тюрьму. Смотрите, насколько я понимаю, здесь были зэки на прогулке. У меня прогулки не работали. Работали? Ну, видишь, они тут разбираются. Ну, слишком маленькие для прогулки. Ну, я не знаю, я на зоне не был, но мне казалось, что там такие дворики маленькие, тесные для прогулки. Это в американских фильмах, наверное, ты видел. Я даже видел эти у нас новости актера. Я не знаю, пишите, короче, ребята, в комментариях, это прогулочный дворик был или это было какое-то место для их работ. Я все-таки думаю, что это был прогулочный дворик, но Влад говорит, что здесь они что-то, зэки, типа разбирали, потому что здесь лежат какие-то моторы. Но я думаю, что они их принесли потом. В общем, смотрите, тут сверху такая вот решетка, чтобы никто куда бежать не мог. Заходим внутрь. И здесь у нас уже в обе стороны такие вот камеры. Вот так вот. Вот так вот, по ходу, конвоир какой-то приходил. Закрывал. Открывал. И что-то там, короче, давал зэкам. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что там. Здесь у нас был такой толкан. И я не знаю, короче, как они тут. Походу, тут кровати какие-то были. Здесь могу только догадываться, что было. Ну и отсюда это выглядело как-то вот так вот. Здесь у нас, ребята, еще одна камера. Она, судя по ее размерам, какая-то то ли одноместная, то ли это какой-то карцер был. Непонятно вот, как здесь вообще можно было находиться, проводить их какое-то время. Ведь пол камеры занимает только туалет. Так, смотрите, я вот что заметил. По эту сторону были более большие камеры, вот такие. Она так же сама выглядит, как самая первая. А по эту опять маленькая. По эту одноместная. Давайте еще вот эту посмотрим. Да, походу, здесь все были маленькие камеры. А здесь были большие камеры. Не вижу смысла заходить в каждую камеру, потому что, ну, я думаю, там картинка будет в целом одна и та же. Вот здесь у нас такая решетка. Давайте встанем здесь, попробуем ее закрыть. Ага. Ну, а здесь уже получается дверь не металлическая, а деревянная. И судя по обстановке внутри, здесь сидело какое-то то ли начальство, то ли какие-то кабинеты полицейских были. Но самое удивительное, что окна точно такие же, как у заключенных были. То есть заключенных заставляют сидеть вот таким искусственным светом, портить свое зрение. И начальство их тоже. Да, здесь получается уже скорее всего была какая-то кухня. Или не кухня, не знаю что. Но здесь стоит плита, и я ошибочно, возможно, подумал, что здесь кухня. Так, а здесь походу была приемная, скорее всего. Тихо, тихо. Просто послушай, такие шаги бэн. А здесь скорее всего была какая-то типа приемная. То есть, когда тебя типа приводят в отделение полиции, какое-то время ты сидишь тут, потом тебя оформляют и ведут туда в те камеры, которые мы только что с вами, ребята, видели. Вот такое вот небольшое помещение. Громко не буду разговаривать, потому что... На ебу, на ебу, на ебу. Пиздадет или нет? Он шутил он или нет? Я не знаю. Мне кажется, он пошутил. Это не мог открыться или что? Не знаю. Это был дебильный пранк. Это был дебильный пранк, дебильный пранк. Я сейчас, дорогие, ебашь, эта дверь, она не открывается. Ну, ужасно, он не выкрылся. А Влад, походу, предварительно закрыл Артема в той клетке. Кого, у кого закрыли? И нас развели. Ладно, вернемся, давайте обратно, еще что-то посмотрим. Хотя, в принципе, мы уже практически все здесь обошли. Вот здесь, ребята, закрыли Артема на какую-то штуку, и он не смог выйти. Да, два раза с ноги ударил, я вообще не понимаю, как. Надо было в нижнюю часть бить. А потом, короче, он понял, что он не может выйти, он спрятался под вот эту вот скамейку. Но он, конечно, это не снимал, потому что для него это было очень неожиданно. Для меня, кстати, тоже неожиданно. Я немного повелся, хотя подозревал, что это пранк. Короче, он был под вот этой вот... Да, опять разговаривали. Опять раздер. Но это Влад виноват. Ребята, здесь еще есть подвал, и мы сейчас спускаемся именно туда. Под ногами лежит такая вот металлическая батарея, которую кто-то из металюх еще не осилил вынести. Бутылки. Пустые. Темыч, одевай. Темыч, одевай, одевай. Как башка раненая, да. Короче, ребята, здесь было, походу, такое стрельбище. Вот отсюда стреляли туда по каким-то мишеням. Что, я хочу идти к мишеням? Ты не хочешь? Пошли, пройдемся к мишеням. Короче, ребята, мы встретили в Припяти одного сталкера. Он нам рассказал... Мы ему рассказали свою историю, что с нами вчера приключилось. Он сказал, что это их группа. Они нас видели, как мы светили фонариками. Они пришли, нас напугали. И сейчас мы пойдем мстить, пугать их группу. Месть это, конечно, не самое лучшее блюдо, но Артем сегодня всю ночь не спал. Бродил по Припяти. В темноте не мог вернуться к нам сюда в квартиру. Поэтому мы придумали такую задумку. Сейчас берем ствол, врываемся к ним в квартиру. Этот чувак сказал, что они спят. Стреляем в потолок, начинаем их там пугать. Может, еще постреляем. Чтобы вы понимали, этот пистолет, он не боевой. Он, типа, такой пугательный. Короче, он просто громко стреляет и все. То есть он ничем вообще не стреляет и никакого вреда никому не принесет. Он предназначен только для холостых пуль. Друзья, есть такой канал, как Роттуфильм. Когда-то с Павлом мы снимали общие видео. Это немного было. Мы там два или три видео буквально сняли. Павел, на самом деле, сам по себе был хорошим человеком. Многие из вас наверняка слышали уже о этой трагедии, которая произошла во время съемок видео в Питере. Как бы случилось плохое, и Павла больше с нами нет. Я уверен, многие из вас знают, о каком канале я говорю. Если не знают, ну, наверняка слышали, наверное, о том, что произошло, потому как об этом во всех СМИ писали. В общем, у Павла была мечта, наверное, как и у любого ютубера, получить золотую кнопку. На данный момент у него на канале более 600 тысяч подписчиков. То есть до золотой кнопки он немножко не дошел. Павла с нами больше нету, но, ребят, несмотря на это, его канал за последний месяц прибавил плюс 30 тысяч подписчиков. И несмотря на то, что Павла с нами нету, я думаю, что у нас все-таки есть возможность, ребята, сделать так, чтобы золотая кнопка за канал Павла пришла хотя бы его дочери. Просто вот так, знаете, в память об отце. Я думаю, это такая несложная услуга будет, если каждый из вас перейдет по ссылке в описании и подпишется на канал Павла. То есть вы понимаете, что это не какая-то реклама, блин, смысла в этом никакого нету, знаете, можно сказать, развивать канал, потому как канал Павла больше там, скорее всего, ничего не будет. Хотя недавно, буквально пару дней назад на канале Павла вышло видео, я так понимаю, это кто-то из его близких выпустил его. Там, получается, видео о том, как он ехал вот это в Питер. Он по дороге снял видео, которое не успел выгрузить, и, можно сказать, после его смерти уже это видео выгрузили. Вы можете перейти посмотреть его. И, кстати, ребят, ну, как бы, знаете, Павла уже нету, но у него осталась жена, дочь. И, ну, они как бы остались без кормильца. И под тем видео в описании есть карточка дочери Павла. Я думаю, что если мы с вами каждый хотя бы сколько может, там, даже просто стоимость одной кружки кофе перечислит Павла семье, то это будет для них уже хорошая поддержка, потому как они остались, можно сказать, без кормильца. И, ну, на самом деле, мужа и отца мы этой семье, конечно, этим не вернем, но чем-то сможем помочь. На самом деле Павел был очень хорошим человеком. Я об этом говорю не так, не потому, что его больше с нами нету, знаете, и о мертвых принято говорить хорошо. Павел на самом деле был очень хорошим человеком. Он мог прийти на помощь практически любому. Поэтому я думаю, что и мы, как бы, в такую сложную ситуацию для его семьи не останемся в стороне. Поможем, кто чем сможет. Буквально, там, ребят, даже если вы, там, несовершеннолетний, ходите в школу, буквально, там, стоимость одной кружки кофе, я не знаю, сколько там, в разных городах это по-разному, но, так сказать, с каждого по ниточке кому-то рубашка. Поэтому, в общем, ссылка на канал Павла в описании. Ребят, подпишитесь, пускай дочка хотя бы в память ОБЦ получит золотую кнопку. Как-то так. Видео, короче, на этом подходит к концу. Еще, ребят, это. Я создал паблик Чернобыль Оперативный в Инстаграме. Ссылка на него тоже будет в описании. Там я и мои админы будем постить какие-то красивые фотографии из Чернобыля, какие-то новости свежие с зоны, отчуждения. И, в общем, там, не знаю, если вы пошли в зону, отмечайте на историях каких-то, мы будем вас там публиковать, присылайте свои какие-то фотографии, подписывайтесь, ссылка на Инстаграм в описании. Ну, а с вами был, ребят, Сергей Трейсер. Это заключительная серия с Чернобыля. Скорее всего, я еще пойду когда-то в Чернобыль. Раньше я говорил, что больше не буду ходить, но я еще пойду. Пишите в комментариях, чтобы вы хотели, чтобы я еще снял в Чернобыле. Ну, а с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч, всем пока!